Бесплатное массовое катание в Караганде. Дождь, заливший город накануне вечером, сегодня превратил улицы в грандиозный каток. Чем это обернулось и сколько продлится природный каприз, выясняла Людмила Батюшкина. Сейчас в городе невозможно не только ехать, но и ходить. Улицы Караганды превратились в сплошной каток. Третий день в городе держится плюсовая температура. До этого прошел обильный снег, а накануне вечером еще и прошел дождь. Сегодня Наталья так и не смогла попасть на работу. Она продавец в торговом доме. Едва выйдя из подъезда, женщина рухнула на гололюди и попала в больницу с первым переломом в своей жизни. Сломала голень. Теперь как минимум пару месяцев ей придется пробыть на больничном. Сразу поняла, что сломала ногу, потому что нога повернулась на 90 градусов. Все хорошо, люди добрые подняли, помогли. Когда выходишь, проход есть, конечно, там, но могли бы песочек посыпать или еще что-то такое. Сейчас, девочки, поднимайте в отделение. История конца, все. Сегодня всю ночь и утро хирургам областной клиники травматологии имени Макожанова некогда присесть. В последние три дня число пациентов выросло втрое. За последние сутки в травмпункты и стационар обратилось больше сотни человек. Женщины чаще всего ломают руки, пожилые люди бедра, молодые лодыжки и голени. Больные поступают у нас круглосуточно. Днем и ночью от них покоя нет, не было и, думаю, еще не будет. Такие покойные условия у человека нам поступают очень много больных. И пожилые, и молодые, и дети. В основном падают с горки, на улице подсказываются, падают. Меж тем коммунальщики считают, что справляются с гололедом. В сутки дороги чистят в среднем 220 единиц техники. За восемь дней на асфальт высыпано 1250 кубометров песко-соляной смеси. Осенью перед зимой Акимобласти сам проводил смотр техники. До наступления зимнего периода уже техника вся была готова у нас, у всех коммунальных предприятий. Необходимый запас песко-соляной смеси уже была, плановая цифра. Так что проблем нету, техники хватает, людей хватает. Песко-соля в двухсменном режиме работают, днем, ночью. Пока неизвестно ни одного случая, чтобы жители Караганды подали в суд на коммунальные службы и взыскали ущерб за то, что они потеряли здоровье на скользких тротуарах. Тем временем врачи ждут еще большего наплыва пострадавших. Потому что через пару дней, по прогнозам синоптиков, ударят морозы, которые скуют льдом подтаявшую землю и еще больше усилят гололед. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Владимир Иванюк, 5 канал.